шалом мы продолжаем тему каббала и строения миров сегодня мы продвигаемся в изучении свойств творца второе свойство бог не ограничен никаким изображением представлением или описание если мы говорим с вами про изображение понятно изображать творца просто запрещено но вот представлять и описывать творца в чем-то мы обязаны почему должны понять что же такое бог и мы знаем что он добр он долго терпев он милосерден есть 13 вот таких вот предложений специальных которые нам его представляют или описывают но все эти попытки даже самые тончайшие духовные в какой-то степени его ограничивают поэтому ни одно создание не может отразить бога в полной мере это свойство творца следующее свойство творца бог единственная настоящая реальность из предыдущих уроков мы помним что его существование отлично от существования всех других существующих почему потому что он мы хуя в мы цьют он обязательно существует все же остальное существует по возможности эвшарей мы цьют почему потому что они зависят от его воли если мы с вами вот так вот углубимся посмотрим мы каким-то парадоксальным образом глядя на творца скажем да он существует но не на самом деле то есть наша реальность его нет мы не можем его воспринять потому что наша реальность имеет параметры место время формы он не имеет этих форм поэтому каббала и хасидизм называет это мацуй в и новым и цьют существующий но не в действительности или не в реальности в данном случае под понятием реальность или действительность имеется ввиду та реальность которую мы можем воспринять в нашем ограниченном мире мы ограничены и вместе с тем что мы ограничены вместе с тем что мы думаем что мы настоящая реальность а он как бы где-то там абстрактен он называется истинной реальностью потому что мы зависим от него от его желания он недоступен восприятию и понятию своих созданий во всех мирах и это является причиной того что всевышний называется энцов безграничный если он это истинная реальность то все кроме него это ложная реальность и очень чудесно об этом пишет соломон просто сейчас это все как бы с вами устаканим и поймем соломон в книге притчи пишет уста правды прибудут прочными вовеки а язык лживый на миг уста правды это всевышний он существует вечно наш язык он в какой-то степени лжи потому что всю свою жизнь мы думаем что мы вечны под луной что мы проживем неизвестно сколько лет что наша молодость или наша сила или наше здоровье наше влияние почет который мы пользуемся будет вечно но все это разбивается как карточный домик это все временно и мы в течение жизни видим что не все вечно под луной и видим что то лживая реальность который мы себе придумали она действительно лживая а он это истинная реальность вот эта истинная реальность никогда не изменяется это свойство всевышнего который существует вечно без всякого изменения все же остальное в отличие от него реальность временное и ненастоящий шалом шалом а